В Национальной филармонии состоялся конкурс «Виртуозы русской музыки», на котором продемонстрировали свое мастерство юные исполнители со всей республики. Международный совет российских соотечественников, Конгресс русских общин и Дом русской музыки в Республике Молдова вот уже пятый год подряд общими усилиями организуют инструментальный конкурс для юных исполнителей по номинациям фортепиано, а также струнные, народные и духовые инструменты. Конкурс всегда проходит по возрастным категориям. Младшая, средняя и старшая, то есть от 7 до 25 лет. Соревнуются более 60 конкурсантов со всей Молдовой. Приезжают с Бендер, с Террасполя, с Кагула, с Бельс. Очень много из Кишинева, конечно, ребят. Конкурс «Виртуозы русской музыки» способствует активизации творческой работы в области сольного исполнительства, а также повышению профессионального мастерства молодых музыкантов. Конкурс был посвящен 70-летию освобождения Молдовы от немецко-фашистских захватчиков. В нем приняли участие талантливые ребята с обоих берегов Днестра, учащиеся музыкальных школ, студий, лицеев, студенты музыкальных и педагогических колледжей, а также студенты высших учебных заведений. Часто на этих конкурсах мы находим новые имена, которые уже сейчас, можно сказать, из тех, которые были первыми конкурсами, сейчас люди уже стали заслуженными, известными мастерами нашего искусства. У нас очень серьезно работают с молодежью, и все играют на достаточно высоком профессиональном уровне. Ну, конечно, в меру возможностей каждого. У каждого свои есть возможности. Вот один может больше дать, другой немножко меньше. Но все очень серьезно относятся, и у нас не было случаев, когда бы кто-то играл ниже достойного уровня. Целью конкурса является выявление и поддержка музыкально одаренных исполнителей, а также популяризация русской музыкальной исполнительской культуры. Конкурс проходил в один тур. Продолжительность выступления каждого участника составляла 15-20 минут. Программа ее построения подбиралась конкурсантам по собственному выбору и должна была содержать произведения русского композитора. Немножко волновалась перед тем, как играть, потому что все-таки важный конкурс, и тут как бы победить это немножко важно. И как бы я играла вальс Рахманинова и в лямо-мажоре, и инфенцию Баха 12-й. Я исполнил большой блестящий вальс Шопена. Я его как-то услышал на мастер-классе. Давала мастер-класс одна известная пианистка. И он мне очень понравился, я его захотел поиграть и так выучил. И этюд-картину Сергея Рахманинова «Ми-бемоль-минор». Я учу ее уже второй год, она мне очень нравится, потому что вещь очень глубокая, и в нее очень много можно вложить и передать, через нее тоже можно очень много. Для меня достаточно важен, так как это еще одна ступень для меня в каком-то моем творческом развитии и дальнейшем. Результаты конкурса будут объявлены на торжественном галоконцерте победителей 5 мая 2015 года в Большом зале Национальной филармонии, где пройдет награждение лауреатов. 23 апреля пройдет второй республиканский конкурс вокалистов. Мы там тоже выявим лучших вокалистов, и галоконцерт мы проводим 5 мая в 18.00 в Большом зале филармонии, где пройдут. И галоконцерт победителей и награждение. Победителям конкурса присваивается звание лауреат, а также выделяются денежные премии и специальные призы от организаторов. А студенты выпускных курсов средних музыкальных учебных заведений, получившие звание дипломанта конкурса, будут рекомендованы для поступления на бесплатную учебу в ведущие музыкальные вузы России.